всем добрый день после небольшого летнего перерыва попробуем продолжить то что хотели я не объявлял тему первого семинара не потому что хотел создать ненужную тайну просто не знал долго выбирал с чего начать и решил что еще раз проговорить какие-то вещи по тестам не помешает тем более что мы вроде как собрались их проводить судя по наплыву и уже сформированного сформированному расписанию так почему решил начать у нас ну первую очередь как раз самое время начало сезона для проведения тестов лучшего времени ну по крайней мере для того чтобы начать вы уже собрались не не первый день да я так понимаю детей не первый день они уже немножко отошли от лета сильно мы их не напугаем если вдруг померяем это первое второе набор тестов немножко поменялся их наконец-то собрал все в одну вот в том виде в котором они сейчас да вот в окончательном окончательном на сегодняшний момент мы их уже в общем опробовали они занимают то есть на группу 15 там 17 человек это занимает два часа течение одной тренировки все одну полностью проводится программа то есть время абсолютно предсказуемо время мы уже опробовали все эти тесты проводятся в один не требует какого-то разброса это собираются все повесил результаты тех команд которые протестировали и то есть теперь это можно предсказуемо в течение одной тренировки вы всю всю команду может протестировать и получить на мой взгляд важную информацию кое-что я там добавил в частности в оценке базовых движений ввел одно движение наклон мне его не хватало вот немножко модифицировал отжимания и и убрали тесты вот физических навыков которые на мой взгляд не работали да у нас там было если кто-то не дай бог читал первый вариант там были прыжки на скакалки например планка там бег с разворотом мало информативные подъемы вот все так да которые коллег как будто бы на пресс даже самые слабые ученицы вора девочки делали все по сто раз ну нет смысла превращать можно два часа тестировать только сетапы там некоторые могут их делать по моему бедни устала и не дает результатов то что осталось это вот те тесты которые максимально дают максимальную информацию который быстро можно оценить поправить и это ну и плюс они вот имеют прямой выход на вот эти преддрафтовое тестирование там явно можно сравнить данные кстати по тестированию преддрафтовому есть в открытом доступе абсолютно свободно можно найти всех ну вплоть до там есть параховский из наших игроков игроков первый рост и там молодых игроков нашел только одного салаши вот он данные тоже есть значит для чего еще это нужно для чего мне нужны тесты и почему я без вас не могу этого делать дальше есть вещи которые можно делать да есть показания помощи есть несколько этапов это самая взаимопомощь стало плохо человеку тот кто рядом оказался тот первую помощь он ему окажет до врачебная помощь оказалась ряда там медсестра или фельдшер до приезда врача или специализированной бригады они тоже могут кое-что сделать вот во всех проблемах во многих проблемах со здоровьем возникающих у ваших подопечных у наших есть вот этот этап до врачебной помощи тренерской которую вы можете ну вот нет выхода прямого не можете вы игрока отправить прямо сейчас находясь на сборах есть кусок работы которые можно сделать я вас уверяю что ну три из четырех проблемы решаться сами собой это примерно как не торопись выполнить выполнять поручение начальства может быть следом придет другое которое его отменяет вот так же и примерно так то есть есть вещи которые можно и нужно делать самим без риска то есть это не для этого не нужно не медицинского образования не можно делать поправлять и уверяю вас результат будет не хуже это сэкономит время оптимизирует усилия и не надо будет что-то повторять вот это переходит к следующему пункту любой человек стремится к макс получению максимального результата при минимальных затратах если все это делать ну буду я мой объем помощи ограничено количество приходящих на консультацию детей если им объяснять каждый раз одно и то же разы какие-то которые надо делать на мой взгляд объяснив что я то что вам вам умножаем каждого из вас на 15-20 воспитанников получаем но лучшее соотношение результатов то есть мне кажется что логичнее объяснить это вам если вы это будете делать тогда результат усилий будет гораздо больше согласны так хочу поделиться кроме того что самые результатами тестирования женской резервной команды на мой взгляд это достаточно интересно и там есть о чем поговорить вот просто посмотреть как с этими цифрами можно работать еще один момент результаты любого теста тест это инструмент линейка который вы что-то меряете имеет значение но как приборы 20 по 20 а что приборы эти цифры имеют значение только если их с чем-то сравнивать тогда поэтому тесты работают при повторении в одну и ту же там группу тестируете несколько раз и смотрите за динамикой результатов только тогда можно ли обойтись без тестов на глазу можно можно школа же существует сколько лет 2006 существует да ну я понимаю как бы причину почему это не очень популярно так можно всегда замолчать результаты да как оценивается вообще работа какие есть катереи есть качанская зала на любви но это не качанская зала в общем да потому что работа у нас невыгодно работать лучше потому что это не находится конечно большое безобразие но к сожалению это не в моей власти установить поверьте я бы с этого начал ну то есть ввел но для того чтобы ввести вот эту аранжировать эту работу кто работает лучше надо понимать надо иметь какие-то объективные показатели кроме результатов дюбла и республиканских соревнований которые не всегда отражают качество работы устроены вот поэтому какой-то но объективные критерии на мой взгляд иметь нужно и пока меня никто не убедил в обратном можно убедить в другом то есть сказать там мы будем так делать не будем но мы будем делать по-другому это понятно и можно ну там аргументируйте докажите и делайте по-другому но мы так делать не будем и не будем делать никак на мой взгляд оппозиция не очень приятно кроме того она опять таки по моему твердому убеждению наш путь вот если отвлечься от локальной тренировки которую проводится каждый день посмотреть чуть шире на проблему наш путь прогрессирования ну вот как баскетбольные среды на мой взгляд он лежит в правильной работе но в физическом воспитании в хорошей подготовке хорошо развитых атлетов объясню почему мы не литва и не югославия и такой школы баскетбольной да вот как у них у нас никогда не будет вы все бывали в литве во время игр и национальной сборной у нас никогда не будет вымирать страна потому что все смотрят баскетбол но так не происходит не в финляндии не в швеции им тоже там баскетбол интересует небольшая тем не менее эти страны последнее время активно развиваются может я давно не интересно на мой взгляд они поднимаются именно за счет вот правильно поставленные вот вот эти вопросы фитнеса подготовки там разминки грамотной грамотного физического развития у них всегда очень на хорошем уровне этот путь доступен то есть физическому воспитание физически развитого игрока гораздо проще чем вырастить баскетбольную звезду или наладить школу баскетбольную такую как югославии да где просто национальность является уже критерием качества любой серб который приезжает это он обучен определенному большому числу набора это за день за год не делается но человек заканчивающий там специализированную школу должен отличаться от уличных игроков да которые не не умеют должен отличаться хотя бы набором знаний набором умений поэтому на мой взгляд именно в этом мы можем и должны прогрессировать согласны ли мне создание школа существует уже достаточно долго и это время конечно уже но данные проведения тестов надо накапливать анализировать сравнивать тогда они еще больше дадут информации так вот тут очень важно почему я не к этому вопросу возвращаюсь и не раз кто должен проводить и кто должен участвовать кому бывает ну во первых все эти тесты особенно тесты там пара показателя физического развития они не требуют никакого специального медицинского образования они все придуманы для тренеров разного уровня да там есть не просто тренер по виду спорта есть персонально но не в любом случае они не предполагают наличие медицинского образования то есть там есть кусок работы которые можно делать вашего уровня подготовки вполне будет кроме того тесты имеют не только оценочную характеристику там баллах в сантиметрах нет а иногда то как игрок выполняет тест на перемещение да вот это злая на джилете важнее чем секунды которую он показывает как он разворачивается как он меняет направление движения как переносит вес вот это все имеет информацию поэтому когда ну вы проводите эти тесты сами вы получаете гораздо больше информации чем просто анализируя вот цифры на бумаге даже как бы красиво с ними можно не забыла поработать и это есть практически в каждом тесте вот оценка она 1 2 3 балла это понятно эта цифра но она складывается из чего-то особенно вот оценка базовых движений она всегда складывается из чего-то единице это все может быть разные и это надо видеть самому чтобы легче было корректировать можно оценить общую культуру движения да вообще как человек двигается и сравнить вот когда их много рядом и они края каждый раз делают похожие движения это сделать легче и ну хорошую информацию кроме того можно оценить то как человек умеет слушать указания и корректировать движение в процессе выполнения вы там в каждом тесте даете там два-три раза повторить и вот то как улучшается движение но в процессе как человек может анализировать управлять своим телом это тоже очень важный критерий именно для того чтобы потом это управлять чтобы потом работать с и по результатам тестов то есть на мой взгляд они имеют прямой выход вот составление тренировочных программ и вот прямо сейчас вы провели тесты проанализировали и уже следующая тренировка ну может выполняться с учетом того что вы получили так это то что у нас отобралось в результате многодневных мозговых штурмов вся эта информация все тесты подробно на сайте выложены всегда можно в любой момент скачать посмотреть три главных блока это антропометрия тестирование базовых движений и тестирование физических навыков удобно делать именно в таком порядке как это то есть без разминки пришли сразу там медицинский кабинет взвесили померили процент жира померили рост дальше перешли в зал делали тест базовых движений потом размялись и делаем тесты в такой последовательности как написано так удобнее максимально безопасно то есть максимально комфортно для игроков да даже сразу после разминки прыгать не так удобно как сначала побегов так зачем нам нужна масса жировой ткани есть показатели которые меняются да там со временем вверх превышал он на лето 80 килограмм пришел 90 но у него вдруг плечи стали в полтора раза шире и бицепс появился может он три месяца работал там в физическом тренажерном зале вот если он ушел с весом 80 с показателем там 16 процентов а пришел 90 с показателем 12 можно сказать что он не зря провел лето правильно то есть вес сам по себе мало о чем говорит если человек активно работает в тренажерном зале а потом прекращает работу в зале то его вес какое-то время может держаться но композиция тела то есть соотношение жира и мышечной массы она всегда меняется то есть он может быть 90 три месяца прошло человек ничего не делал он остался 90 но вместо 10 процентов жира у него стало 16 то есть это показатели которые прямо влияют на физическое развитие особенно то как они меняются в процессе сборов в процессе тренировок так это я пытался их скорректировать по виду того куда сразу смотреть когда полно есть бумажка есть уже результат есть показатели которые на которые повлиять нельзя вот там рост размах рук рост с рукой вытянуть их нельзя специально восстановить рост тоже нельзя есть вещи которые от нас с вами не зависят мы их оцениваем мы просто как смотрим о чем они говорят о качестве там отбора да есть показатели которые можно корректировать но прямо мы на них тоже не влияем это вот весы процент жировой ткани они конечно меняются но есть те показатели на которые вы прямо работаете ну в процессе тренировки да скорость ловкость сила прыгучесть выносливость в процессе тренировки эти качества по идее должны меняться в идеальном случае улучшаются и есть показатели которые мы выявляем с помощью тестов которые справляются специальными упражнениями ну или коррекция тренировочных программ это вот как раз вот эти базовые движения на мой взгляд с них надо начинать я уже это говорил неоднократно и буду повторять еще раз потому что на них все базируется основа но они очень в чем их прелесть они очень достаточно быстро корректировать то есть они не требуют там годы усилий чтобы это все поправить вот попытался это все можно я вопрос когда ставить вертикальный кудок и максимальный кудок я вот это не понимаю есть разница в английской название это понятие там у них есть ноу степ вертикал джон и максимум без шагов то есть с места прыгать и максимально это любым способом как хочешь прыгаешь вот это оно в процессе перевода всегда вот это складывается но когда они вот рядом стоят тогда сразу вопрос вот собрал в зависимости от того что и на что влияет есть там физические качества на которые мы повлиять не можем они зависят от генетических факторов и от того как мы их собираем собрали высокую группу но она и будет высокая по разному мам с папой есть медленно корректируемые факторы это вес, процент жировой ткани и все физические качества над которыми вы работаете то есть это это годы работы плюс на них влияет тренировка и внесение корректив то есть специальные упражнения которые вы включаете в тренировочный программ и быстро корректируемые то есть поправить базовое движение научить человека делать движение правильно это можно в течении нескольких дней вот на этот в этом плане мне очень информативно было проведение вот этого лагеря ну где летнего да кто участвовал кто-то же участвовал участвовали кто за это кто-то вы признаете что тут как не было бы счастья да не счастья помогло времени готовиться было мало но мы работали только на одной станции и вот три дня работы там она почти не менялась ну то что что я делал почти не менялась и вот прямо на глаза к третьему дню улучшалось то есть к третьему дню процентов 80 уже вещей мы сосредоточились там на двух движениях на наклоне и на приседании и в это даже самые деревянные которые казалось бы ну не сядут никогда качество движения вот улучшалось на глазах от раза к разу не то что меня это сильно удивило я на это в общем и надеялся такое происходит но именно в работе с большим с большим потоком это первая была возможность проверить как это исправляется вот лечение то есть если пакет убился в две недели как обычно да то на выходе можно было получить ну за отдельными исключениями хорошо подготовлены за две недели работы и дальше вся остальная работа которую вы проделаете она идёт на совсем другом уровне и это поэтому начинать надо именно с коррекцией базы от движения это обобщая то что я говорил нельзя научить человека играть в защите и перемещаться в защитной стойке если он не умеет ну согнуть ноги и присесть если нечем работать если нечем работать эти компоненты быстрее всего поправить да то есть добиться каких-то существенных сдвигов во взрывной скорости в силовых показателях тоже ну чтобы это было стабильно надо там несколько лет работать поправить паттерн приседания то есть умение приседать наклоняться контролируя положение спины можно в течение нескольких недель то есть это не сравнимые по затратам и по временным затратам которые позволяют потом дальше что мы добиваемся в результате коррекции правильных ну вот базовых движений понятно что все люди индивидуальны да и мы не пытаемся загнать всех спортсменов под один шаблон у всех есть индивидуальные различия но есть ключевые моменты выполняя которые спортсмен выполняет все движения с минимумом травматизации и максимально эффективно по затратам по энергии да это приводит к чему мы снижаем риск развития то есть все движения они перегружают опорно-двигательный аппарат любые да нет идеальных движений которые бы всем становилось хорошо они все опорно-двигательный аппарат перегружаем то есть мы работаем в минус здоровья спортсмена наша задача сделать так чтобы этот минус из всех возможных вариантов был минимальным плюс восстановительными мероприятиями и там коррекцией мы еще больше снижаем то есть чтобы минимум вред для здоровья оказался минимальным для этого мы должны научить его работать с минимальным риском для себя и максимально эффективно ну вот что в результате будет спортсмен будет тратить меньше усилий на обычную рутинную работу вот у нас есть там килограмм или там сто упражнений вот он их один будет выполнять их и уставать очень сильно второй не очень сильно третий вообще не будет уставать потому что он хорошо все делает не тратя на это минимальную энергию понятно что третий будет уставать меньше будет быстрее восстанавливаться сможет тренироваться чаще и выполнить мечту любого тренера нагрузить как можно он сможет переварить больше объем нагрузки соответственно большему научиться в этом и достигается выигрыш во времени этим и отличаются профессионалы от любителей Вова Ширко может и сейчас хорошо сыграть одну игру сильнее чем вся наша резервная команда но если дать там пять игр подряд правильно здесь и выявится ну это я для лучших то есть с такими спортсменами в результате это должно привести к улучшению их баскетбольной вам проще будет не надо будет тратить времени можно будет больше там бросков сделать не 200 за тренировку потому что он переварен эту нагрузку и не прибежит после такой тренировки с больными коленями с больной спиной так это из того что мы добавили вот добавили такое упражнение это умение наклоняться вперед с прямой спиной давайте подробно попробовать Дима указание дается примерно такое за спиной удерживается гимнастическая палка или бодибар контакт должен быть в трех местах крестец межлопаточная область и затылок надо наклониться вперед как можно ниже сохраняя контакт с гимнастической палкой в чем главное почему именно это движение как наклоняются все наши спортсмены за счет поясничного отдела позвоночника это нормально использовать оба эти движения наклон в принципе осуществляется в двух местах в тазобедренном суставе и в поясничном отделе но надо уметь это движение контролировать все наши спортсмены горбятся то есть наклоняются за счет если человек может наклониться с прямой спиной сохраняя прямую спину он во первых может контролировать за счет чего он сгибается во вторых это положение максимально безопасно почему пауэрлифтеры делают становую тягу с прямой спиной потому что именно в таком положении безопасно для спины можно поднять максимальный вес и это надо уметь вот это положение мы и тестируем самая частая находка это человек не понимает вообще за счет чего он наклоняется и контролирует ну попробуй то же самое добавили тестирование отжимания там первый тест просто надо выполнить поднять делать движение вот если делать так то есть суть такая же надо так с палочкой во первых так сложить так так определяется по крайней мере тестирование женской команды показало что так становится гораздо интереснее в чем важность отжимания ну по сути отжимания это вариант динамической планки согласна с для чего нужны мышцы кора вообще в обучении броска да технике броска ну насколько я понимаю постановка идет с ног то есть идеальный бросок должен начинаться с ног да биомеханику у меня в институте не продают не преподают в институте физкультуры преподают да ну вот мое более менее инженерное мышление есть пояс нижних конечностей мощные мышцы да есть пояс верхних конечностей откуда мяч и уходит где слабое место вот во всей этой конструкции где нет ну передачи в середине то есть в мышцах кора если человек не может зафиксировать и контролировать положение центра тела он ногами оттолкнется но на руки это движение не передается да оно просто уйдет это как попытка поговорить по телефону если кабель перерезан посередине поэтому умение включать мышцы пресса и спины умение контролировать это положение оно чрезвычайно важно для всего что вы делаете потом да то есть бесполезно учить технике броска если человек не может контролировать и это одна из причин ну то есть он может поэтому у него не получается что происходит если усилия с ног не переходит в руки в момент броска да человек начинает бросать почему учат детей бросать легкий мяч да маленький потому что должно быть оптимальное усилие мышечных ну мышечной силы для этого еще не хватает вот точно так же если здесь есть потеря в середине вы можете ну заниматься с ним годами не будет оптимального усилия и в правильной технике не поставится да ну там будут всегда люди которые сами интуиции но у нас такого количества людей нет у нас нет огромного количества людей где мы просто там просеивание которые всему и у нас есть ограниченное число людей из которых мы должны выжать максимум вот для этого все эти ну и нужны тесты и слабые места которые можно поправить и у меня у меня у меня так меньше скрадывается информация это все равно чтобы пятибалльную систему заменить на десятибалльную ну чем больше оценок тем больше можно градаций поэтому мы не лево-право не усредняем в сторону меньшей оценки а считаем эту и другую оценку в общем количестве это тоже это наше предложение так теперь по поводу алинастическая папка не фиксируется ничего не фиксируется она просто наложена я почему я предлагаю попробовать вот попробовав один раз вопросы возникают сами по себе и поэтому сколько бы я здесь не разорялся рассказывая надо все попробовать на себе можно на себе можно друг на друге тогда ну возникнет понимание на что смотреть и что спрашивать значит там есть разные оценки я сразу вот такой картинке вернусь это я нашел где-то на сайте есть 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 я покажу да да об этом обязательно значит данные конечно в дюймах американцы к нам не хотят подстраиваться но вопрос в чем вот последняя колонка атлетический фактор это как они обрабатывают информацию показатель в каждом тесте вот здесь максимальный вертикальный прыжок lane agility и спринт три теста всего берутся атлетический фактор это считается соотношение результата спортсмена со средним по группе считается вот эта цифра в трех показателях и потом считается средняя из них и получается вот такой усредненный показатель насколько он атлетичен или насколько нет это имеет значение ну при анализе большого числа игроков вот тогда она начнет работать ну в общем это хорошая система то есть можно обрабатывать один из вариантов цифр так да если у вас более-менее ровная по составу группа но лучше чтобы их было не 10 человек а там 50-100 тогда эти цифры получатся лучше вот если вы отобрали там всех там протестировали это я помечтаю сейчас 90 какого 2001 года всех спортсменов в стране будет их 50 человек да там участвует протестировали собрали данные и вот тут можно посчитать именно вот по физическим качествам насколько вот он атлет или не атлет есть вот скаут репорт они обычно содержат вот это насколько атлетичен насколько готов к НБА вот есть определенные это самое понятно что это каждый сам по себе он носит характер субъективности ну в общем можно кое о чем говорить так вот собрали данные все в одну таблицу я потом покажу вот я пытался повесить я делал так в каждом тесте выделяешь 3 лучших результата и 3 худших так вот я отдельно ну так как я человек заинтересованный все оценки в базовых движениях везде где единица выделяется отдельно красным ну то есть не только в общей оценке худшие и лучшие но и вот потому что это на мой взгляд тот на что надо прямо обращать внимание дальше подсчитывается количество всего у каждого спортсмена красных и зеленых результатов по соотношению мы можем выбрать самого подготовленного или нет надо перейти слов в цифры наше резервная команда в этом году пополнилась за счет девяносто восьмого года и вот смотрите как интересно получается Дрюков Полоневич ну а шулька вот эта сумма баллов в тестировании базовых движений то есть они ну одни из худших по именно по оценке базовых движений при этом они одни из лучших по физическим качествам да тот же Дрюков он бежит спринт быстрее чем вот на этом сайте приведен лучший результат в истории Н2 драфт комбайн ну то есть там у них 3.03 а он бежит быстрее 3 секунд возможно это ну издержки измерения все таки спринт на 20 метров требует очень четкого контроля но в любом случае человек хорошо физически подготовленный хорошим прыжком при этом использующий свое тело крайне неэффективно вот дальше я дам свой прогноз и хочу чтобы он не оправдался что происходит на мой взгляд с таким человеком когда он попадает в другой режим работы да из тренировок разных в день он попадает в режим двухразовых тренировок плюс возрастает там соревновательная нагрузка да то есть уровень ну требований к нему возрастает ему сразу начинают грузить его большим количеством информации и соперничать он начинает не со своими сверстниками а уже со здоровыми мужиками то есть физическое требование к нему возрастает функционально он не готов не готов потому что он плохо бегает а не готов потому что он не умеет использовать свое тело на мой взгляд путь прямой в течение ближайшего года появятся разные мелкие или не мелкие повреждения начнут болеть колени начнут болеть спина плечи то есть появятся какие-то жалобы которые могут быть не связаны вот просто потому что требовать стало больше от тела а она еще не научилась и будет правильно использовать вот есть еще один хороший мальчик по фамилии Карацов знаете такой 98 года мальчик Игорь Николаевич вот он вот это наклон вперед и перешагивание через барьер он наклон вперед то есть он так и не научился он сделал несколько попыток понять за счет чего тело наклоняется это и общий показатель его по базовым движениям он один из худших при этом по физическим навыкам он практически везде лучше ну кроме этого самого это тоже один из лучших результатов у него самый высокий прыжок ну один из самых высоких при этом человек свое тело использует ну крайне неэффективно то есть он из него выжимает все но логика рассуждения такая если поправить вот там в основании то есть научить его использовать это тело рационально он же может наверное еще лучше так но точно он снизит риск получения травм потому что он сейчас использует выжимает из себя ну условно говоря едет вдавливая педаль в пол да то есть и стрелка тахометра все время в этом став да рационализирует ну сделано для того чтобы его работа более процент мы смещаем его в режиме автоматизируем то есть он может наносить и развиваться в технических сетей для этих банков сетей для них и 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 наверное по физическим данным тоже быстро при этом не может вот люточа он один из лучших этот вывод мы обсуждали еще несколько раз про время деньги то есть он уже но использует свой организм практически по максимуму прибавлять физически ожидать от него каких-то скачков невозможно потому что не за что скакать прибавлять там физической силе это это можно делать там всю жизнь исправлять как-то взрывную скорость ну добиваться в ней значимых скачков в этом возрасте практически невозможно то есть сила вернул то это мы говорили мы нас с русланом обсуждали так он прям и что он играет только за счет характер характера и большого желания такие игроки действия нет вот мне вот эти два товарища паралёвка и борисёнок как раз вызывают они физические одни из самых одаренных команда но вот те показатели на которые мы не можем влиять дата длина рукой для вот размаху длиннорукость это я сам придумал от роста то есть насколько рост сочетается вы помните эту фигуру да винчи когда человек обычно это сравнимые показатели размах рук и рост у кого больше размах рук тот тому легче играть баскетбол это как раз вот очень редко встречается у женщин в команде два в женской два человека у которых размах рук существенно больше рост это киевляк и вот американка тип телосложения и вот именно это у остальных практически навсегда рост одинаковый размах рук меньше роста таких акцентированно длинноруких девочек бывает гораздо реже надо больше так вот и борисёнок и параллель по вот физическим данным но это говорилось еще когда я этот 97 год знаю с момента как их набрали они всегда отличались эти они на всех фотографиях на дюбл их группа на голову выше чем всех то есть там отбор был близкий к оптимальному и набор вот игроков вот те 97 года то что на выходе у нас остались не те кто был там из всей этой группы осталось два человека это наша общая большая потому что действительно там но по отбору был год очень и они оба по физическим показателям ребята то есть какой вывод надо брать полку и меня если не либо надо найти это волшебное слово которое заменит пол полку и заставит их работать вот если параллель с борисёнком работали также как люточ но туда-то самый вот это в результате бы проявил получился игрок близкий весь вот данные салаши сайта вот wingspan это 207 то есть сказать что он сильно длинно руки не скажешь да там есть на 5-6 сантиметров у него 207 размах это я перевел в сантиметр эти цифры вот этот нижний ряд 204 рост то есть четыре с половиной без обуви и размах рук 207 ну хорошая рука прыжок 54,6 и 67,3 с разбега давайте вернемся к нашим этой возможности нет потому что он может быть он их не выполнял драфт комбайн это не хуже так какой у нас самый высокий прыжок 76 кто это зарецкий вот прыгает выше чем сам существенно выше у него вообще 87 прыжок с разбега да то есть у него 76 место 87 с разбега солнышка на 20 сантиметров еще раз он один из худших по базовым движениям не может не присесть не согнуться поэтому в прошлом году весь год у него периодически это и почему болела спина есть ответ даже не выполняя специальных специальных приземляет в конце какого года это когда он очень слабенький показатель слабенький показатель сейчас я надеюсь это не знаю насколько это предрафтовый тест это лучшие результаты которые были вот рост 216 сантиметров самый высокий но вот такой такой вот я может там критерии поиска разные что у нас есть маркус казин второй по размаху рук 280 это наши средние результаты чтобы можно было сравнить до примерно ну по 254 у нас средний плюс и можно есть 2 до так вот показатели по физическим движениям понятно они не их нет тестировали базовое движение так как предложил я не почему-то это проигнорировали в общем так же вот лучший результат в спринте на перед тесте на перемещение 10 07 но уверяю вас 10 секунд вот этот lane agility это очень хороший показатель понятно в спринте вот 302 у нас получилось даже быстрее видимо а это переведены вот девяносто шесть с половиной прыжок с места сантиметра и 111 прыжок с разбега вот показатели тех кто так принял жим лежа наши жале 80 наши жале 60 килограмм в бажмут 84 килограмма 23 раза лучший результат обычно те кто кто более волосы как у меня карангоди но в любом случае есть эти все эти цифры есть менять на самом деле мы там можно провести на этом сайте целый день менять критерии поиска задавать там выстраивать их по ранжиру по весу по любым по силовым показателям отбирать их по позициям в этом тоже но тоже элемент работы с информацией вы можете взять там ну вот почему говоришь нам тогда из них 10 там условных центров и сравнивать их показатели гораздо более объективно центр но сравнить и посмотреть за счет чего то вот почему то с женской командой что стоит веселее не могу сказать почему веселее худший результат тестирования базовых движений худших двух девочек за 30 ну 30, да? то есть они почти все у них почти не встречается оценок в один очень хочу обратить внимание на вот это все в отжимании это к вопросу о том тяжелое или не отжимание у нас уже фактически взрослая профессиональная команда то есть это уже взрослые в отжимании 3 ну то есть сжаться один раз сохраняя положение спины вот могут два человека не удивляемся сущек диана сазонова у всех остальных оценка от нуля до единицы примерно отжимания это сложное упражнение сложное координационное то есть оно во-первых требует достаточной силы мышц во-вторых межмышечной координации вот это проваливание позвоночника между лопатками неумение сохранить тело в одну струнку давать отжимания там в количестве больше десяти ну это просто профанация да ну просто как фигура речи там сделать то отжимание ну и вот там колячица сделал, да, сделал каждое отжимание правильно выполненное это требовательное упражнение поэтому надо понимать, что если вы даете там отжимания, да, с переходами вокруг всей площадки ну это не это не работает ну то есть это не работает так как вы хотите не научатся в этом лучше сделать три движения правильно и прибавлять к ним по полдвижения в виде там еще если отжимать работу тогда отделы свободный будущий перекод на следующее сжимание у него пошла еще отжимание с ним и координация то есть упражнение очень классное классное упражнение еще раз оно требует качественного выполнения да но есть просто отделы очень удобные которые делают упражнения сколько уже да не улучшается качество если они ну делают это спиной в виде двугорбового верблюда то оно само по себе не выстроится надо давать упражнения в облегченном в облегченном варианте то есть не может отжаться удержать спину правильно значит вы уменьшаете рычаг то есть уменьшаете делаете отжимания на коленях или планку на коленях уменьшаете рычаг это уже меньше нагрузка либо ставите его на приподнимаете угол меняете угол это тоже в облегченном варианте либо отжимания выполняется там с резинкой с помощью партнера то есть техника ставится без нагрузки вот когда он умеет уже сделать и понимает что там надо зафиксировать чтобы спина удержалась только тогда его можно давать в количестве вот это полагать о том что вот мы дадим там тысячу отжиманий он на тысячный раз он научится его делать он научится делать вот так как ему подскажет тело с максимальными компенсациями кто-то криво кто-то косо кто-то оттопыри в попу кто-то наоборот опустившись прогнувшись на этот самый надо корректировать качество для этого не может быть задания ну в тысячу раз и просто не хватит внимания для того чтобы всех поправить я именно про это и говорю и про это и говорил когда как меняется движение нет вот в те недолгое время когда можно было подумать что желательно делать в лагере идей было много но в результате мы сосредоточились фактически на двух движениях на отжимании на приседании на журавлике да там наклоне на одном ноге и вот всех поставили да пять человек даются ключевые позиции куда тянуть попу как должны располагаться колени как это и дальше это должно правильными повторениями наработаться для того чтобы закрепился навык приседания именно такой как надо дальше его надо закрепить а потом его можно выводить только на количество или на усложняя приседания да вот такая вот так вот этот сайт с которым я брал информацию там есть таблица называется там раздел «История измерений» там все данные они из разных источников там не только «НВАД» там все лагеря которые они проводили вот все эти данные собираются на одном сайте на самом деле огромное количество и очень там есть чем заняться в общем наверно все когда приступаем когда приходите просится не надо просится я же встречаюсь в прошлый раз это было две недели назад вы сказали вы согласуете расписание и принесем тебе как я сказал в готовом виде расписание для того чтобы хорошо давайте еще раз я же не это было мне важнее без вашей ну активного участия инициативы нет в этом смысла мне мне быстро встанет это неинтересно потом если я не буду видеть если это не понадобится поэтому время я примерно ну какое поставьте сами можете повесить ну в календарике записать там либо подойти ну сказать во время 2 часов до 4 так что вторник и четверг вот после обеда до начала тренировок профессиональных команд вот так звучит ну в общем во сколько в 5 часов начинают тренироваться 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 до 9-6 до 9-6 а что по количеству ну или с 3-5 ну я же вам сказал тестирование группы занимает 2 часа то есть это 2 группы по 10 человек их можно так даже веселее да плюс когда они прыгают ну вот один за другим и могут сравнить с собой результаты тоже выглядит 20 человек до 2 часа вполне не можно осилить при вашем активном участии и хорошее организации 30 лучше разбить на 2 дня ну 30 если они все придут либо мы можем чуть продлить ну то есть это просто потребует еще больше как бы ну слаженности организации работы мы то можем все эти самые то есть если я их там ну мы меряем несложно процент жира это отправляем к вам вы там их проводите физические тесты это вполне выполнено можно заранее прийти и заполнить все списки там все все выложено я для этого вам и выложил чтобы их можно было распечатать и заполнить заранее безусловно это все делается чем лучше подготовка тем проще этот самый чем выполнить каждый раз по-новому это тяжелее всего я почему и говорил про сентябрь пока не начали соревнования пока вы никуда не разъехали вполне можно было это все провести тогда там в сентябре в январе и в мае то есть тогда это логично то есть будет сам женская команда мы собираемся повторим вот перед их отъездом на балтийскую лигу вот у них месяц подготовки прошел можно повторить тест и оценить какую-то динамику мы мы тогда хотим записаться на двадцатого еще оповещается руководство и мы тогда согласованную самую информацию давайте так хорошо вопросы еще какие то есть возражения можно 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 поспешите как бы я хочу просто попытаться сформулировать что мы можем максимум получить от этого и саша пожалуйста вот как бы правильная система практика задача если мы манёруем выработать не год не два не три создать максимальную базу именно наших детей мы не будем дать год рождения мы берем год рождения мы получаем на выходе через пять лет сто результатов четырнадцатилетних матч есть какая-то возможность ответить там по позициям объективно субъективную оценку атлетизма ребенка то есть ну то есть чем больше сопоставляем средний на протяжении там за столько-то лет с этим конкретно ребенком цифра атлетизма дает возможность понять что это перспективный ответ то есть из него можно выразить потенциально хорошего спортсмена потом уже основываясь на этой цифре нужно помочь ему правильно научиться приседать то есть исправить все его там недосчеты скажем так в этих базовых элементах эксплуатации ему научиться использовать свое тело еще он больше обращает внимания нежели человек который заведомо имеет меньше шансов вырастить наверное одна из задач тестов отобрать людей которые представляют ну так утилитарно говоря интерес для баскетбола которые могут стать профессиональными игроками любой тренер знает в своей группе кто ему нужен именно сейчас который уже созрел и который поможет выиграть конкретные ближайшие соревнования которые никогда не заиграют да есть такие по поводу талантливых спортсменов следующей генерации которые там римного и они фактически ну с запозданием на год-два они вот повторяют путь вот этих то есть они тоже ну хорошие ребята атлетичные быстробегающие из тех кто сравнивает но они примерно такие же есть вещи которые должны заложиться до того как он попадет к профессиональному тренеру по УФП умение правильно технически ну выполнить все стандартные движения на котором он приходит к тренеру по УФП и не может присесть ну не работа тренера по УФП корректировать ну ставить правильное приседание то же самое он ему начинает учить становые тяги а тут не понимает что такое согнуться за счет тазобедренных суставов прямой спиной ну давайте представим что вы платите деньги вот вы хотите из этого мальчика Вани вырастить звезду и продать ее и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь продать вам да то есть вы находите тренера по УФП и сказали вот за год сделай из него там Леброна Джеймса даете деньги грамотный тренер его сначала посмотрит да и начнет исправлять то что он не делает и он полгода потратит на исправление базовых навыков то есть вы заплатили за год а работа будет полгода то есть на выходе на вот подходе там к 17-18 годам когда их задача уже тренироваться и набирать мясо набирать где-то они должны по базовым движениям быть идеальными нам надо откатываться назад и вместо того чтобы заниматься ну понятной работой мы занимаемся тем что исправляем так же как тренер главной сборной он не должен учить их там приседать да и сгибаться он их учит тактическим вещам там принципам защиты принципам там коллективно то есть занимается уже верхушкой айсберга но если в фундаменте это дырки то есть сколько там наверху не строй пяти методов защиты против пикинролла но если человек не может просто перемещаться в защитной стойке то он не сможет усвоить даже просто физически вот поэтому накапливать базу данных надо если мы планируем ну не сиюминутную работу а как-то развиваться в этом и коллективно и ну как структура то есть есть школа да школа строится не сразу годами но она состоит из каких-то базовых моментов у нас иногда к сожалению мы большому вот смотришь на выпускников и они ничем не отвечаются от тех кто там учился играть на улице так быть не должно ну того человека который прошел школу должно он должен уже по-другому да его надо должно отвечать а вот правильно правильно хромается красиво все спасибо до встречи через две недели видно что я занимался в косовом что хотите в следующий раз пожелания есть какие-то или на стол колено спина да сейчас сразу давай сошли на председание да это самое большое движение на колени это здесь да у нас уже было и то что мы будем делать я было конечно да все так один из методов коррекции спины это как раз есть это 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 хорошо я вам скажу что ни один спортсмен от белорус кроме Ложкевича и Вальянка ну скажем Люктыч который был но он тоже его научит безнедельно правильно считать не будет а когда он получает нагрузку все травмы колен это все идет именно радио все на чем строится наша работа в зале на взрывных упражнениях на выталкивание штанги из чего строится выталкивание из того что надо сесть в ноги и ногами вытолкнуть этот вес если не сел в ноги ты будешь это делать спиной и спина заболит сама по себе просто потому что ты неправильно делаешь и